В регионах началась подготовка к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Активисты этнокультурных объединений Павлодарского при Иртышья подвели промежуточные итоги, обсудили перспективы, а также поделились впечатлениями от прошедшей на днях сессии Ассамблеи народа Казахстана. Павлодарскую делегацию представляли 35 человек самых разных этносов. Среди них не только Аксакалы и лидеры этнокультурных объединений, а еще ученые, занимающиеся изучением традиций древних этносов и современных особенностей коммуникации между ними, а также лидеры молодежных организаций АНК. Кстати, руководитель польской диаспоры из Павлодара, видный общественный деятель Виталий Свинцинский за вклад в межнациональное согласие и укрепление единства получил из руки Альбасы высшую награду Ассамблеи народа Казахстана – золотую медаль Берлэк. Активистка немецкого молодежного объединения Юлиана Отт стала самой юной участницей этого форума из Прииртышья. Не выпала удача, я в первый раз участвовала в работе сессии. Чувства, конечно, переполняют, ведь это такой масштаб, где обсуждались очень серьезные вопросы. Сейчас я рассказываю своим сверстникам, как что было и насколько важно помогать стране и участвовать в жизни своей Родины. Заслушав доклад президента, поняли, что перед нами стоят большие задачи, потому что мы уже шагнули в юбилейный год, 20-летие, показать роль Ассамблеи, работать над документами, которые приняты государством, в частности, доктрина национального единства. Упор делается в новый век глобализации на более конкретную задачу каждого человека. То есть президент дал понять, не я один, это Ассамблея, все вы, каждый, это Ассамблея. Мы много уделили внимания на сессии нашему братскому народу украинцам. Ведь там нет возможности реализовывать все свои вещи вот таким путем, хотя, казалось бы, и демократия, и все там присутствует. Поэтому 20 лет каждый оглядывается, и я думаю, сам президент, как человек, отвечающий за всю нацию, думает о том, что за 20 лет мы продвинулись по строению нации, нации, казахстанской нации. Я думаю, да. И материально, и духовно мы идем по правильному пути.